Завтрак включен Николай Карлович, такой последователь с небольшим временным лагом Он извращенец, Николай Карлович Ну, есть способ договориться со мной на этот счет Хорошо, хорошо Вы подтягивайтесь вечером в Питер Водочка будет обеспечена Хорошо, хорошо, я подумаю Это праздник А теперь проза С вашего позволения Я напоминаю, как обычно, по пятницам с 10 до 11 Николай Карлович и его комментарии Главных общественно-политических событий недели А их было довольно много Начинаем с понедельника, как обычно Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным Состоится совсем скоро Стало известно в понедельник, предположительно 7 июня Впервые за 10 лет Линия пройдет без зрителей в студии Рассказали изданию Собеседники из администрации На условиях анонимности На такой шаг, по их словам, решено пойти, чтобы президент мог максимально Сосредоточиться на вопросах телезрителей Вопросы будут выводить на экраны в студии Которые обустроят, как и прежде, в гостином дворе Кроме того, организация эфира содержится в повышенной секретности По сравнению с предыдущими Это может быть связано с тем, что организаторы готовят и какие-то другие нововведения Цитирую Людей устраивает Путин Они не представляют себе страны без него Но от Путина ждут, что он что-то поменяет Прокомментировал эту информацию один из политологов Абаз Галямов Лучше было бы поменять, конечно, кадры во власти Но раз уж не получилось, то хотя бы поменять Формат Добавил эксперт Вот что скажете Ну, очень интересно, на самом деле Здесь сразу кучу вы, я прошу прощения, навалили Навалили Проблем, значит, очень интересных Потому что, ну, начнем с конца, да Народ устраивает Путин Но народ ждет, что Путин что-то изменит Это Абаз Галямов Это политон Это комментарий Правильно, правильно, правильно Но в самом этом Я знаю Абаза Галямов, он умный человек И он правильно, кстати, все правильно комментирует Но это анализ состояния умов Умов Состояние умов А состояние умов фантастическое Потому что, значит, с одной стороны Нравится Путин, за него проголосовали Да, да С другой стороны Ждут серьезных изменений Значит, если ждут серьезных изменений Значит, не нравится то, что сейчас делается Если не нравится то, что сейчас делается Почему проголосовали за Путина А потому что больше не за кого Вот Значит, теперь ждут Это от обратного голосования Не потому что он так нравится Теперь ждут, что Путин что-то изменит С какого бодуна Я прошу прощения Путин что-то изменит Путину 65 лет Да, по-моему Плюс-минус. Значит, в этом возрасте люди не склонны к тому, чтобы, независимо от физической формы, это совершенно на другую тему, не склонны что-то менять в своем отношении к миру. Путин 18 лет у власти, и он имеет основания считать эти 18 лет... Успешными. ...для себя, как для политика, уж точно успешными. С чего он будет что-то менять, причем принципиально? В своем возрасте, со своей оценкой своей политической деятельности, с чего, ни с чего, значит, вот эти вот действия российского избирателя, то есть нас с вами, в конечном счете, они абсолютно парадоксальны. Мы голосуем за человека, мы голосуем за изменения, при этом мы понимаем, что этот человек на эти изменения не пойдет. Значит, казалось бы, если тебе нужно изменения, голосуй за другого человека. Нет, голосуем за этого и ждем от него, что он станет другим. Вот это, конечно, фантастика. Это абсолютная фантастика. Это причинно-следственная связь. Да, теперь друг с другом совершенно не монтируется. Но это так, это живые люди. Теперь, что касается формата, ну, понимаете, человек с той степенью власти, которой обладает наш президент, он, в общем, волен решать, нужны ему люди в студии, не нужны ему люди в студии. Ну, надоели ему люди в студии. Ну, надоели ему люди в студии. Ему комфортно, чтобы людей в студии не было. Но это не менее, это совершенно принципиально разная, другая картинка будет. И другое, наверное, отношение зрителя. Потому что так вроде люди, это общение с людьми, он не так часто вообще пересекается с простыми людьми. Он к ним не выходит. А так образ небожителя. Вот когда он ехал на предыдущей инаугурации, когда он ехал по пустому городу. Один, да. Один. Какова была картинка? Ничего себе. Ничего. Так ее решили по этому поводу в этом году переделать и не пускать его по пустой Москве. Решили. Но, тем не менее, по-видимому, ему такая картинка в большей степени по сердцу. Вот лично ему. Ему приятнее, удобнее, комфортнее. Чтобы, в общем, каких-то вот таких вот непредсказуемых каких-то людей было поменьше вокруг. Ну, поменьше. Ну, что такое эти вопросы, которые ему присылают по телевизору? Ну, они же заранее известны. Ну, давайте, дорогие друзья, не будем обманывать себя. Чтобы президент прям вот видит этот вопрос первый раз и сходу спонтанно начинает экспромтом отвечать. Да нет, разумеется. Нет, разумеется. Он заранее ознакомлен с вопросами. Он заранее... Только вопросов тысячи, тысячи и тысячи. Он не может ответить даже на сотую часть физически. Значит, естественно, эти вопросы заранее отбираются. Конечно. Ну, это нормально. И ответы на них заранее готовятся. И согласитесь, что это совершенно по уровню комфорта... Вот поставьте себя на место президента. По уровню комфорта это совершенно другое дело. То, когда все-таки какой-то живой человек... А вдруг какой-нибудь выкрутас. А вдруг выкрутас. Даже согласованный вопрос может задать так, что он не будет выглядеть как согласованный. Если опытные журналисты... А он президент. Ему в лужу садиться не к лицу. Ему в лужу садиться не к лицу. Ему демонстрировать даже легкую, так сказать, рябь на поверхности не к лицу. Он должен быть совершенно железобетонно готов к любому ответу на любой вопрос. Да, санклировать цифрами. Конечно. Производить такое впечатление во всяком случае. Сам Бог велел. Он к этому привык. Поэтому так ему комфортнее. Вот он на такой вариант и идет. Вот он на такой вариант и идет. Да, в общем, в конечном счете плевать, что там подумают. Один, не один. Какое-то будет по картинке производить впечатление. Да нормально. Так ему удобнее и все. Понятно. Закрываем тему. Ждем выступления президента. Еще одна понедельничная, конечно, бомба, которая взорвалась со страшной силой. И осколки ее летят сейчас на Петербургском экономическом форуме. Это доклад от одного из аналитиков Сбербанк, CIB. Значит, вкратце сообщу, если вы не слышали. Большой доклад. Это закрытый доклад, насколько я понимаю, для инвесторов разных. Сугубо экономическая история. Очень детально проработанный. Так вот, согласно его выводам, выяснилось, что выгоду от строительства газопроводов «Северный поток-2», «Силы Сибири» и «Турецкий поток» в основном получают не акционеры «Газпрома». То есть, в том числе и мы с вами. Какая-то государственная компания. Или квази-государственная. А его крупнейшие подрядчики. Среди них компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз», 50, который принадлежит семье Геннадия Тимченко. Это ключевой вывод, слежащийся в майском докладе аналитикам Сбербанка CIB Алекса Фэка и Анны Котельниковой, посвященной российской нефтегазовой отрасли. Эксперты пришли к выводу о том, что инвестиции в проекты газопроводов являются чрезвычайно низкорентабельными. По сути, «Газпром» действует в интересах подрядчиков, которые их строят. Они преследуют свои цели извлечения коммерческой выгоды при реализации проектов по строительству газопроводов, сказанных в документе инвестиционного подразделения Сбера. В частности, был выбран проект «Сила Сибири», затрат на которых оценивается в 55 миллиардов долларов. Его альтернатива газопровод «Алтай» обошелся бы по предварительным расчетам в 5,5 раз дешевле, отмечают аналитики. При этом обзор Сбербанка CIB является коммерческим продуктом, ориентированным на квалифицированных инвесторов. Для широкой публики он не предназначен. Два клиента банка подтвердили подлинность аналитического отчета, Алекс Фэк отказался от комментариев. Доклад вызвал чудовищный скандал, после чего автор и руководитель всего аналитического подразделения были уволены из Сбербанка за несоблюдение внутрикорпоративной этики. Хотя все говорят, что доклад великолепно сделан, он чрезвычайно четко структурирован и очень интересен. Ну, одно другому не противоречит. Доклад может быть великолепно сделан, абсолютно адекватен, четко структурирован и блистателен, и при этом за него могут уволить и в своем праве уволить. Потому что да, речь идет, возможно, о несоблюдении внутрикорпоративной этики. Значит, это нормально совершенно. И также нормально мы видим, что главными бенефициарами от тех или иных крупных бизнес-проектов выступают там Тимченко и Ротенберг, условно говоря. Сбербанк, кстати, принес извинения от Тимченко. Ну, разумеется, разумеется. Потому что в данном случае был, по-видимому, зафиксирован выход за пределы политкорректности разрешенной. У них могут быть любые отношения между собой, там, скажем, у Германа Грефа и у Тимченко. Но в публичную сферу выносить какие-то внутренние разногласия или критику, даже обоснованную критику, никто не разрешал. Это не разрешено. Ротенберге и Тимченко вне критики. Вообще, публичное выяснение отношений между крупными структурами или крупными олигархами, оно, конечно, запрещено. На это требуется разрешение первого лица. Оно никогда не будет получено. Первое лицо может кого угодно критиковать, а друг друга нет. Это политические правила игры. Значит, повторяю еще раз, здесь два вывода. Первое. Нарушены правила политической игры. За что Сбербанк принес извинения в виде увольнения авторов доклада. И второе. Ротенберг и Тимченко всегда бенефициары в любой ситуации. Ну, вспоминается история про Крымский мост. Например, который, по-моему, тоже под Ротенберг строил. Стройгазмонтаж как раз, да. Чья... Мы сейчас не обсуждаем, нужен он или не нужен, и так далее. Здесь много политики в строительстве. Это сплошная политика, на самом деле. Но я напоминаю, что смертная изначальная цена моста была 150 миллиардов рублей. Не так давно, в 2014 году принималось решение. И считали, его обсчитывали. А в итоге на его было затрачено 450 миллиардов. Не 151, а 450. При этом он сделан исключительно, это подчеркивается, из отечественных материалов. То есть нет повода для ссылаться на рост курса доллара и так далее. Ну да, были сравнения с какими-то другими... С китайским, с самым длинным в мире мостом, который в два раза дешевле. Ну ладно, тут можно зарыть, тут сложные грунты. При этом сам по себе Крымский мост, несомненно, нужен. Цена его, несомненно, невероятна и фантастична. Если интересует мой прогноз, хотя я не по бизнесу, но я по истории и по общеполитической логике, будут другие мосты в ближайшие годы, будут другие крупные проекты. Это однозначно, потому что появились свежие новые деньги за счет повышения цен на нефть. Эти деньги нужно каким-то образом осваивать. И они будут осваивать... Уже не будет никаких Олимпиад и Чемпионатов мира в связи с той международной ситуацией, в которой мы оказались. Значит, они будут осваиваться через такие крупные строительные проекты. Инфраструктурные. Да, совершенно. Но это может быть и неплохо. В какой-то мере неплохо, если они не будут требовать десяти, так сказать, кратных затрат, которые будут пилиться и рассовываться по карманам, опять-таки, близких к трону олигархов. Вот если это вывести за скобку, а это для нас неизбежно. Это часть нашей жизни. Причем такая краеугольная часть нашей жизни. Это краеугольная часть нашего режима. Слово режим я, как всегда, употребляю в нейтральном смысле. Без плюса и минуса. Но, тем не менее, это его краеугольная часть. Составляющая. Это будет так. Идет ли речь о чемпионате мира по гандболу или о строительстве любого моста с любой степенью его значимости для страны. Но это будет десятикратная стоимость. Понятно, по каким причинам. Еще вопрос качества. Но это покажет время немаловажное. Дальневосточный кампус уже показывает чудеса строительства, которое тоже было не дешево. Идет ли речь о Крымском мосте или идет ли речь о питерском стадионе, это в данном случае совершенно не важно. Да, и потом взятки гладкие. Результат один. И потом взятки гладкие. Взятки гладкие в прямом смысле этого слова. Ну, окей. Я даже не то, что он в 10 раз дороже стоил и плохо построен. И распилены бабки. Взятки гладкие. Тебе через какое-то время уже нечего предъявить. Ну, как, ну, посмотрите, ну, вот уже стадион, люди ходят. А когда выяснится... Не важно, что он стал триллион. Когда выяснится, есть ли выяснится, что он плохо построен. Ну, выяснится через какое-то количество лет, когда сам проект уже будет забыт, когда уже будет забыто, сколько там в него вложили, проехали. Действительно, вы правы здесь взятки гладкие. Да. Ну, это так. Это так. Когда нет денег, это плохо, потому что нет денег, когда есть деньги, то, соответственно, их по нашим привычным историческим правилам осваивают. Я напомню, это наши с вами бюджетные, не бюджетные, наши с вами бабки. Ну, разумеется. Это очень важно. Это наши с вами деньги. Это наша с вами нефть, это наш с вами газ, который продается за рубеж. Больше нам продавать нечего, за который мы получаем деньги для нашего бюджета, для наших пенсионеров, для наших бюджетников, для наших проектов, для нашего развития, для наших медикаментов, для наших продуктов, для нашего образования... Пенсии, дороги. Для нашего образования и лечения. Конечно, это все наше. Ну, не наше прям, ну, некое из наших... Для наших ракет, для наших ракет. В том числе. Да. В общем, тема понятная, вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Сберза своих сотрудников не вступился по причине, которую Николай Каш сказал абсолютно точно. И самое интересное, что ведомости сегодня уже публикуют интервью с господином Фэком. С одним из авторов. То есть, ну, непосредственно с автором этого исследования, где он не дает никакой задней. Он четко утверждает, что это абсолютно структурированный, глубоко проработанный материал. Вот удивительно. Пошел на принцип парень. Да, да, да. Что вызывает исключительно уважение. Нет, но он, видимо, высокого класса профессионал. Да, и, наверное, без работы не останется, может быть, не в этой стране, потому что мне сложно представить, чтобы его куда-то теперь взяли. Ну да, только через паузу достаточно длительно. Уви. С 98, еще из понедельника, с 98 года Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ, взыскал с Российской Федерации почти 2 миллиарда евро по жалобам россиян. Большая часть выплат была присуждена запытке нарушения прав на справедливый суд, свободу и личную неприкосновенность. Эти данные приводят исследователи фонда общественный вердикт к юбилею признания России юрисдикцией ЕСПЧ. Секундочку, взыскал или принял решение о взыскании? Я думаю, тут написано взыскал. Согласен, очень важный, важный нюанс, потому что деньги мы, как правило, не платим, платим в очень редких случаях. По данным прозащитников, всего в ЕСПЧ работает 53 российских юриста и специалисты, ежегодно РФ тратит на работу суда 33 миллиона евро. Вот я не буду голову давать на отсечение, она у меня одна, как известно, но 99 из 100, что не взыскал. Вот сейчас вот мы возьмем, полезем в карман или в буфет, как говорила Стаббендер, и достанем, и достанем, значит, 2 миллиарда долларов и отдадим ЕСПЧ. Сейчас. Не думаю. Но 2 миллиарда долларов за 20 лет, это все-таки по 200 миллионов, по 100 миллионов в год. И тем не менее, не думаю. Ну вот Навалину уже 65 тысяч тут присудили. Не уверен, что он стал. Присудили. Присудили. А вообще, какая ситуация с юрисдикцией ЕСПЧ относительно нашего судопроизводства? Фактически, если ты не веришь в российский суд, и он из инстанции в инстанцию выносит обвинение, там, не знаю, не устраивающие тебе приговоры по разным причинам, то у тебя, кроме как, жалуют суда, других вариантов нет. Есть статья в Конституции. Российской Федерации, согласно которой международная, то есть глобальная юрисдикция выше отечественной. В принципе. Значит, решение международных судов, в частности, суда ЕСПЧ, как бы обязательное для исполнения внутри России. Но, тем не менее, это встречает всегда очень жесткую реакцию у нас и наших политиков, и наших официальных политологов. И, конечно, реально это не выполняется. Значит, извините, за последние 20 лет я сейчас зарегистрировал 148 тысяч жалоб из РФ, из которых более 136 тысяч были признаны неприемлемыми. Остальные были рассмотрены, и, как правило, с обвинительным уклоном в сторону Российской Федерации. Ну, вообще, страшный сон всех, конечно, правозащитников, выход из всех судов международной юрисдикции, в частности, из ЕСПЧ, когда, в результате чего, жаловаться будет вообще никому. Потому что так выполняются, не выполняются, но хотя бы, кстати, есть высший суд на перстнике разврата, а так его вообще не будет. Не исключаю, что эта перспектива присутствует, потому что, если все будет развиваться так, как развивается сейчас, по разным направлениям наших отношений с миром, вот, я думаю, что некоторые направления вы еще затронете сегодня. Мы уже затрагивали. Ну, вот я, нет, целых полчаса, поэтому. Ну, вот, я имею в виду там и решение, уже озвученное на пресс-конференции в Голландии по Боингу, да. Вот если все пойдет так дальше, то не исключаю, что и на ЕСПЧ мы, в общем, как бы, как бы, от вежливо выразиться, забудем его существование. Хотя, с другой стороны, я напоминаю, что Владимир Владимирович всегда призывает обращаться в суд. Не нравится? Обращайтесь в суд. Не значит, что суд должен быть наш. По тому же Боингу Владимиру Владимировичу, это я не помню таких заявлений, он сказал, что мы, может быть, и признали бы свою вину. Это, по-моему, первый раз прозвучало за все время этой истории, но если бы нас допустили к расследованию. Нет, это абсолютно ничего не значит. Это заявление, которое, это вежливая юридическая формулировка. Да, но формулировка такая. Владимир Владимирович юрист. Это вежливый, и причем юридический пурист в значительной степени. Он всегда на это очень пристальное внимание обращает, на, так сказать, юридическую точность формулировок. Вот. Поэтому, ну, что он сказал? Он сказал всего лишь, ребят, может, оно вы чего правильное скажете, но мы-то не знаем, потому что вы же нас не пригласили к участию. Вот украинцам, сказал он, пригласили, которые не закрыли собственное воздушное пространство, что явилось причиной катастрофы. Он этого не сказал, но дал понять. А нас-то не пригласили? А что же мы будем признавать? Вы нас не пригласили и признаете виновными. Ну, извините. Давайте до Боинга доберемся. Да. Так как тема в развитии находится. Пока что мы с вами находимся еще в... Это у нас был, кстати говоря, вторник. А где у нас понедельник? Извините, понедельник потерялся. Потерялся понедельник. А понедельник день тяжелый. Обожаю его. День тяжелый. А, вот он, извините, я его оторвал уже за ненадобность. Контор пишет. Про... А, да. Нет, мы переходим во вторник. Все верно. С понедельником закончили. Так, значит, смотрите, что во вторник. Шведское агентство по гражданской защите населения в первые 61-го года разослало жителям страны брошюры с рекомендацией на случай начала войны, терактов и других кризисных ситуаций. Власти призвали шведов запасаться хлебом, консервами, питьевой водой, макаронами и другими продуктами первой необходимости. Отправлено 4, ну, почти 5 миллионов брошюр, в которых подчеркивается, что подготовленное к любым кризисным население повышает возможности государства справиться с глобальными угрозами. Брошюра на 19-й странице включает в себя информацию о том, как себя вести в случае терактов. К примеру, гражданам Швеции рекомендуют избегать скопления людей, не звонить без нужды и не загружать телефонную сеть. Ну, и так далее. Ну, никаких особых выводов из этого не нужно делать, кроме одного. Они нас боятся. Естественно, это связано со страхами в отношении России, разумеется. Ни Кореи, ни Ирана, ни там, кого бы то ни было еще, каких-нибудь запреченных в России организаций. Они боятся нас. Радоваться по этому поводу я бы не рекомендовал, ребята. Многие радуются. Вот я потому и говорю. В данном случае страх и уважение надо разводить в разные стороны. Это не одно и то же. Нас боятся как опасного, непредсказуемого соседа. Как обезьяну с гранатой. Совершенно верно. К уважению это отношение, к сожалению, не имеет. Вот. И поэтому по этому поводу бить себя, как указанная Даша обезьяна, как самец гориллы, бить себя кулаками в грудь, значит, гулка, и радоваться, что вот нас боятся, на мой взгляд, оснований для этого нет. У меня вчера был такой случай, я, кажется, можно расскажу, а то отвлечемся. В кафе напротив дома у меня такая там немецкая пивнушка, другого нет, я там практически что-то съедаю, выпиваю, и это рядом с тремя вокзалами, совсем недалеко, 10 минут идти. И какая-то пьяная компания там товарищей наших, соотечественников, вываливается, ну, в общем, нормальные ребята. Значит, и один там такой с трудом стоящий на гак человек в желто-черной футболке Харли Дэвидсон, что-то подошел, стрельнул папиросу, и я услышал, я спрашиваю, в Таллин едете? Он говорит, да, едем в Таллин на концерт Iron Maiden, я там люблю, с детства, фа-фа, то есть все, опять, вообще-то знаешь, я сам из, по-моему, Краснодара, я должен ехать, ты не представляешь, какая-то футболка была, здесь гербы, гербы советские, а сзади огромный Сталин, я вообще такой, ты не представляешь, я за Россию, за Россию, вот это я думаю, ну, я вам сейчас всем спердолю на таможне, если что, эстонцем этим проклятучим, я прямо прямым языком, ну, ну, мат-перемат, естественно, он доброжелательный при этом, он мне высказывает свою позицию, говорит, ну, мне отец говорит перед выездом, что, дескать, ты, чувак, можешь, говорит, у нас денег мало в семье, если что, ты что хочешь, я тебе все остатки выслал, чтобы тебе оттуда из тюряги вызволять, и я-то знаю, а ты давай-ка лучше футболочку дома оставь, а батя-то, дружище, а батя-то пожил, а батя-то прошарил, по этому поводу, наш патриот и любитель России с гербами и Сталином на спине надел футболку Харли Дэвидсон, огромную, дорогие друзья, слушайтесь, на концерт Айрон Мэйден, я обращаю ваше внимание, слушайтесь родителей, родители плохого не посоветуют, это правда, то есть, о, я, и ты же, я даже не знал, что по этому поводу, хорошее поездки, папе привет, надо было сказать, папе привет, совершенно верно, и маме заодно, да. Завтрак включен. Еще раз доброе утро, Завтрак включен, Виктор Набутов, Дарья Гордеева, Николай Карлович Сванидзе, наш любимый в этом часе в студии. Да, вы комментируете то, что мы с Николаем Карловичем обсуждаем, и пишут нам, что Российская Федерация исправно выплачивает по решениям ЕСПЧ, поэтому и хотят выйти из него. Мне кажется, что проблема лежит далеко за рамками выплаты 100 миллионов долларов в год. Не исключено, что это играет свою роль тоже. Ну, определенно. Да, да, свою роль играет, но главный фактор здесь, конечно, нематериальный, несомненно. Да, вы знаете, честно должен сказать, в данном вопросе плаваю, надо уточнить. Да, мы уточним. Да, потому что я тоже дал 99 из 100, может быть, я и ошибался. Может быть, это тот самый процент, который я дал против. Вот, надо уточнить, да. Но вопрос в том, что действительно ЕСПЧ в подавляющем большинстве случаев пересматривает суды, решение судов российских по делам о пытках и о политическом преследовании, обо всем остальном. И вот это, все-таки мне представляется, этот фактор здесь наиболее важным для нас, при вот нашем настрое, все-таки от них дистанцировать. Си. Си, Николай Кажев. Мы еще во вторнике. Вот, что я хотел сказать. Что нам подсказывает, что, скорее всего, мы 10 минут украдем у следующего часа. 10 минут, 10 минут. Николай Кажев же тянется опять за селедочкой. Нет, пока еще держу себя в руках. Новый глава Минприроды, бывший губернатор Ямала-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, предложил во вторник финансировать решение экологических проблем в стране за счет сборов с граждан, а не с помощью нефтяных поступлений, ну, то есть из бюджета. Чиновник добавил, что мир стал непредсказуемым, а цены на нефть от нас независимые в любой момент могут пойти обратно. В результате запланированные мероприятия на экологию будут оставаться нереализованными, а вот если ориентироваться на ресурсы внутри страны, таких проблем не будет. Как мы их получим, ресурсы? В виде налогов, через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма. Например, будем выпускать облигационные займы больших инфраструктурных проектов. Если мы правильно сформулируем законодательство и правильно выпустим облигационный заем под процент, люди принесут нам эти деньги. То есть мы ресурс внутри страны. Чувствуете, как звучит? Да, мудр, мудр. Есть чем гордиться, да? Мудр, господин Кобылкин, значит, правильно. Многомудрый песк. Примудрый песк. Да, вот Алексей Леонидович Кудрин уже сказал, дал понять, что рост цен на нефть, он имеет свои временные ограничения, потому что... Мы это видели. Алексей Леонидович Кудрин в этом разбирается несколько лучше, чем я. Но, насколько я понимаю, речь идет о том, что стратегически цены на энергоносители не имеют оснований для роста вот в таком, в длительном временном режиме. А сейчас это связано с чисто конъюнктурными причинами, выход Трампа из соглашения с ядерного Сарана. Вот. А конъюнктурные причины, они быстро возникают и быстро завершаются. И поэтому господин Кобылкин, и он здесь озвучивает не свои собственные идеи, а идеи, которые бродят в высших эшелонах нашей власти, что надо бы народец подоить, потому что деньги-то действительно нужно откуда-то брать. Нужно восполнять, скажем, нашему олигархату потери от западных санкций. Нет. Ну, надо же, надо или не надо. Вот приходит условный, я не беру там какой-нибудь, условный господин там Тимченко. Условный. Очень уважаемый человек. Условный. Господин Тимченко. Это может быть Иванов, Петров, Сидоров, но просто, да? И говорит, Владимир Владимирович, ну, я же, я же все делаю по понятиям. Ко мне какие претензии? Я где-то, где-то что-то не так сказал, сделал, родину предал. Нет. Попал под проклятые западные санкции. Потерпел вот такой вот ущерб. Ну, мне как-то это, нет, не надо, надо. За счет чего? Вот тут вспоминаем о нас, дорогие друзья. О ресурсе внутри страны. Есть такой национальный ресурс, как мы с вами. Можно увеличить налоги, можно выпустить облигации, можно повысить цены. Есть разные способы. Выдайте из нас бабки. И так выдайте, чтобы не совсем досуха. Потому что, если совсем досуха, то есть риск каких-то социальных волнений. А если не досуха, и при этом кивать не на условного олигарха, Иванова, Петрова, Сидорова, больше не буду употреблять. А на благие цели. А на какие-то благие цели. На то, что нас пытаются поставить на колени. На то, что над нами измываются. На то, что пытаются нам присобачить какую-то вину, к которой мы не имели отношения. Кого-то сбили. Кого-то отравили. То есть над нами просто измываются. Конкретно. И вот. И мы должны этому как-то противостоять. А ради этого не худо бы и пояса затянуть. Немножечко. Наши деды-то затягивали, когда воевали. И ничего, я вас спрашиваю. Ничего? Ничего. Правильно? И выиграли. И мы выиграем. И всех победим. Но для этого нужно немножко забыть о себе. Раньше думай о родине. А потом о себе. Вот собственно общая логика, которую нам в данном случае так корректно озвучивает господин Кобылкин. Да и дело-то хорошее. Дело-то замечательное. Ребят, так что выворачивайте карманы. Вот. Понемножечку. Понемножечку. Не до самого дна. Вот. До самого дна пока еще рано. Инфраструктурные проекты, я насколько понимаю, в данном случае речь идет о, например, массовом строительстве полигонов мусорных. Ну, в частности. Но на этот счет, кстати, вот интересно уже разворачивается идейно-политическая борьба в наших верхах, потому что президент Путин, он же такой человек-то все-таки многогранный. И вот он там, скажем, с одной стороны имеет место жесткое завинчивание гаек. Абсолютно жесткое. По законодательству, по политике, по отношению к митингам, демонстрациям, по борьбе с интернетом, по разным направлениям. С другой стороны, он продолжает держать достаточно либеральный состав экономической части правительства. И там, скажем, первым вице-премьером назначен господин Силуанов. Министр финансов. Министр финансов. Составлением поста министра финансов. Кудринский человек. Несомненный либерал. Либерал. Я, в отличие от большинства наших политиков, слово либерал употребляю не в ругательном смысле, которое почему-то оно приобрело. Вот. А финансисты-либералы это те люди вот Кудринской школы. Которые все оплачивают. Которые сидят на сундуке с национальным бюджетом и не дают его разворовать. Вот Силуанов, он с одной стороны призван не дать разворовать зубастым олигархам, лоббистам значит наш бюджет. С другой стороны, он понимает и перед ним, видимо, поставлена такая задача не довести до социального взрыва. Поэтому он сказал, что не будет налоговых изменений в ближайшие годы, дорогие друзья. Это на ПЭФе было сказано. Да. Там хитрая такая формулировка. Мы к ней сейчас вернем. Мы сейчас до нее дойдем. К вопросу о правительстве. Это тоже новость среды. Точнее, это уже новость среды. Мы еще были во вторнике. Новый глава счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал, что не против взять часть функций правительства Дмитрия Медведева на себя. Речь идет об открытом правительстве, за которое в бывшем составе министра встречал господин Михаил Абызов. 130 какое-то место в рейтинге российских олигархов. И на него уже там нет. Нет, не в спецолигархов. А в правительстве нет. Наше открытое правительство не было открытым правительством в полном смысле этого слова, как это сделано в ряде западных государств. Во-первых, в части открытого предоставления и публикации данных о своей деятельности мы здесь на каком-то детском уровне, заявил Кудрин. Во-вторых, то, что мы называем экспертизой, чем должно было заниматься открытое правительство, оценкой регулирующего воздействия, оно у нас имеет рекомендательный характер. Ну, экспертиза от открытого правительства. Рекомендательный. В других странах выводы работы открытых правительств всегда имеют более жесткие последствия, только в России имеют рекомендательный характер. Вот это очень интересно, потому что это к всевозможным комментариям, по-моему, мы с вами не обсуждали еще эту тему, связанную с назначением Кудрина на счетную полу. Мы обсуждали, что он будет как раз тоже контролировать расходование бабок. Но не только. По-видимому, не только. По-видимому, назначение Кудрина на счетную палату это назначение достаточно знаковое, потому что мы знаем, что в том числе там есть и личные трения между Кудриным и Медведевым, и, может быть, именно они не позволили... С 2011 года? Да, потому что мы знаем, что была одна из идей взять, чтобы Кудрин пошел первым вице-премьером, отвечающим за стратегию в правительство. Но, по-видимому, здесь Медведев совершенно кардинально сказал нет, и Путин не стал ломать его через колено. Но, тем не менее, конечно, очевидно, что у Кудрина будут повышенные полномочия в счетной палате. Или они оговорены, или сам факт назначения Кудрина, потому что не место красит человека, а человек красит место, сам факт назначения Кудрина на счетную палату означает, что счетная палата приобретает новые повышенные функции, которых не было ни при Степашине, ни при Голиковой, ни при Ком. И это очень интересно. И мы видим, что фактически Кудрин Алексей Леонидович в какой-то степени претендует на такой теневой кабинет. Теневой кабинет министров. Это очень интересно, на самом деле. Это очень интересно, и это означает, что в случае чего, но для этого нужны очень серьезные политические причины, потому что, судя по всему, конечно, президент Путин сделал очень серьезную ставку на Дмитрия Анатольевича Медведева, не просто как, например, министра, а как на второе лицо в государстве, и как на своего возможного сменщика, если Путин примет именно такое решение, снова пойти по этому пути, это долгая история, да. Но так или иначе, очевидно, что Медведева он сдавать не хочет. Но тем не менее, конечно, Кудрин, по-видимому, в его голове в Путинской, Кудрин сидит, как возможная альтернатива Медведеву на посту руководителя правительства. И сейчас будет очень интересно нам наблюдать за развитием отношений не просто между Медведевым и Кудриным, а между правительством и счетной палатой. А представьте себе, какой у меня кульбит возникает в голове сейчас. Потрясающе интересно. Владимир Владимирович, надо будет отползать спокойно. Через 6 лет, например, он принимает такое решение. Сейчас. Ну, вдруг. Сейчас. Ну, посмотри, как будет международная ситуация. Сейчас. Пусть помечтает. Если мечты, да, Надежда Юноши питает. Владимир Владимирович, он спокойно отходит, надо осуществлять преемственность власти, чтобы не было никаких иллюстраций. И не спокойно. И не отходит. Он принимает решение. Вот, я тебе, Дмитрий Анатольевич Медведев президент, Алексей Леонидович Кудрин премьер-министр. В перераспределении, с отказом от сверхпрезидентской республики в пользу парламентской. А? А к парламенту разговорит Владимир Владимирович Путин. Да, я согласен. И Алексей Леонидович не встает с такой конструкции. И картина «Три богатыря». А, и он первый вице-премьер, и Кудрин первый вице-премьер. Нет, нет. Ну, возможно, любые расклады, ребят. Давайте доживем. Я фантазирую. Я фантазирую. Жить, да. Но это да, да. Фантазировать не вредно. Все это может иметь место. Смотрим, что еще интересного в среду, дорогие друзья. Президент США, проклятый Дональд Трамп, объявил о своем решении отменить проведение исторической встречи с главой Кендерэнд Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре. Об этом говорится в письме американского лидера своему северокорейскому коллеге. К сожалению, они учитывают ту злость и открытую враждебность, с которым были сделаны ваши последние заявления. Мне кажется, неуместно проводить эти переговоры, говорится в документе «До свидания». В ответ на что Северокорей публично уничтожил свой ядерный полигон. Правда, говорят, что он взорвался еще до этого из-за предыдущих взрывов и не функционировал, поэтому северокорейцы стали куда более сголовчивым. Ну, да, да. Вот именно так. Но, тем не менее, факт состоится фактом. Значит, придерусь к вашей информировке проклятый Трамп. Значит, вот по какой причине. Он пока у нас не проклятый. Обратите внимание. Претендующее название проклятого. Нет, еще пока нет. Мы его пока не трогаем. Вот Обама, он чмо, да? Чмо, чмо, чмо. А Трамп нет. Трамп нет. Вроде бы как понятно, что наши сверхожидания, мягко говоря, были необоснованными. Но мы его пока не трогаем, потому что еще живет надежда на некие личные отношения, на некое заглядывание друг к другу в глазки. Эта надежда живет, что, наконец, встретятся два главных человека на планете. Номер раз. Хотя сейчас... Нет, это уже не... Он даже признан китайц. Владимир Владимирович номер три, по-моему. Да, но китайц. Си, потом Трамп, потом Вальдин. Но, тем не менее, для нас-то все равно Америка. Да, мы же все время ориентируемся на Америку. Мы бодаемся с Америкой, мужествуем с ней. Да, вот. И вот это жива надежда, что все-таки эти два человека, эти два настоящих мужика, брутальных, крутых, они встретятся, посмотрят друг другу в глазки, обнимутся, может быть, или крепко по-мужски пожмут друг другу руки, и все, наконец, у нас будет с Америкой зашибенно хорошо. Вот такая надежда, она жива. Поэтому Трамп пока не проклятый. Мы его критикуем, но без перехода на личности. Да. Ну, это судя по телекартинке. Там сразу все становится понятно. Даже, даже, ведь всегда очень показательны наши, там, шутки наших телевизионных мастеров. Вот, вот о чем я и говорю. Да. Они говорят, Обаму просто, действительно, чморят по полной праве. Трампа нет, нет, разрешение не дано. Собаки не спущены еще. Значит, что касается отношений Северной Кореи, ну, Трамп, конечно, в этом плане, в отличие от достаточно прямолинейного, интеллигентного Обамы, вот Трамп такой хитрый и, в общем, достаточно, по большому счету, беспринципный в своих переговорах бизнесмен и у него наезд откат все время и поэтому как только он почувствовал, что мальчик корейский хитрит, хитрит с одной стороны, с одной стороны дрогнул, с другой стороны хитрит, он сразу же, чтобы, а вдруг Трамп боится, что мальчик его обманет первым, что они встретятся и он не получит того результата, который хочет. Поэтому тебе сейчас выгоднее говорить об отказе от переговоров, чем получить не тот результат переговоров, который планируется. Потому что Трамп, конечно, правы те аналитики, которые говорят о том, что Трамп ориентируется на внутриполитическую ситуацию. Ему сейчас, для него сейчас международная арена, это арена, это площадка, на которой он получает очки, а не теряет их. И он не хочет, чтобы здесь он потерял хоть какой-то намек на поражение. Поэтому он вроде бы как добился успеха, он вроде как нагнул мальчика толстого. И теперь он хочет закрепить эту ситуацию, ни в коем случае не рискуя поражением. Поэтому сейчас он, время, он читает, работает на него. Заморозим ситуацию. Пусть мальчик теперь поборется за встречу с ним, с Трампом. Пусть мальчик скажет, нет, давайте встречаться. Дядя Трамп, давайте встречаться. Я все-таки готов взорвать еще пару полигонов. Я еще на что-то готов. Я на это готов. Ну давайте, но я не против. Ну давайте. Вот Трамп хочет такого. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся в эфир. Алексей из Красноярска высказывает любопытное мнение. Трамп крутой переговорщик, возможно добьется большего тех ситуаций, в которых у других не было бы продвижения. Согласен, согласен. Он действительно крутой переговорщик. И он довольно авторитарный человек, в отличие от Обамы, который сенатором. Обама слишком интеллигентен. Трамп абсолютно не интеллигентен, в значительной степени беспринципен, и это при переговорах работает скорее на пользу, чем во вред. Но при этом Обама, зная, как работают именно властные коридоры Вашингтона, вся политическая машина, он куда эффективнее сглаживал внутренние противоречия. Несомненно. Несомненно. Дональд Иванович имеет, по-моему, самый низкий рейтинг за всю историю президента. Трамп абсолютно аутсайдер. Хотя экономическая ситуация очень приличная в Америке. Она приличная, но я не уверен, что она приличная благодаря Трампу, но, естественно, она всегда льет воду на мельницу действующего президента, разумеется. А с экономикой у них там все очень-очень неплохо. Чтобы закончить с этой историей, все-таки мне казалось, ну, как не профессионалу, но следящему, что как раз история с разруливанием ситуации на Корейском полуострове, это как бы могла бы быть главная внешнеполитическая победа Дональда Ивановича. Да нет, уже есть желающий ему там предложить его на Нобелевскую премию мира. Ну, конечно, ну что. Вот, и ему нравятся такие ситуации. Вот он так, он так решил, значит, скорее. Теперь он, теперь он очень жестко себя повел с Ираном. Да-да-да, он сказал, что максимальный санк вышел из соглашения. Очень жестко. Сейчас будут введены максимальные санкции, если они не остановят полностью свою ядерную фрагу. Вообще у него манера жесткая. Вот он принял решение по переносу посольства в Иерусалим из Тель-Авива и перенес. То есть принял решение Конгресс США, но Трамп его выполнил, жестко выполнил, не теряя времени. И с Ираном очень жестко. Это его почерк, который производит впечатление, потому что до сих пор самым крутым парнем на мировой арене считался Владимир Владимирович Путин, и он получал немалые дивиденды от этой репутации. Теперь у него появился вот такой вот конкурент в лице Трампа. И Трамп... С куда большими возможностями. С гораздо большими объективными возможностями, да. Вот. И это интересно. Это интересно. Николай Гаджи, с вашего позволения остался четверг. В четверг было две большие новости внутренние. Президент Путин встретился в четверг в Константиновском дворце с бывшим первым вице-премьером Шуваловым. И предложим у вас говорить веб. Спасибо за доверие, мы не подведем, сказал Шувалов, отвечая на вопрос, хочет ли дальше работать в правительстве. Это институт развития, чтобы он именно таким и стал. Нужно поддержать, нужно будет его докапитализировать, заявил Путин. Он отметил, что это отдельная тема. Я знаю, что вы обсуждали с председателем правительства. Обратился президент к самому Шувалову. Шувалов, короче говоря, согласился. И в этот же день стало известно о том, что господин Рогозин тоже покидает правительство и возглавит организацию под названием Роскосмос. Ну, я думаю, что у них разное будущее у Шувалова на Вебе и у Рогозина на Роскосмосе. Понятно. Видимо, Рогозин на слив, потому что слишком дискредитирован во всех местах. Думаю, что да. Во-первых, дискредитирован. Во-вторых, он по объективным причинам просто не подходит для этого. Но давайте меня поставим с моим историческим образованием руководить тяжелой промышленностью. У Рогозина образование журналистское. Значит, он сначала руководил оборонкой, теперь его переводят, значит, на Роскосмос. Ну, какие успехи в оборонке. Колоссальней. Ну, а что? Нет, я без шуток. Посмотрите, все летает. Булавы, Синевы, Су-57. Я вот с утра уже устал читать. Как летает, это дай бог, чтобы у нас не было возможности убедиться на деле в том, как они летают. Потому что пока что... Ну, сирийцы убедились, что летают же. Пока что мы мультики видели. Да. Вот. Поэтому, что там сделал Рогозин, будем посмотреть. Я думаю, что да. Я думаю, что в конечном счете стратегически это такая... линия на слив. Вот. А Шувалов нет. Шувалов, конечно, высокого класса профессионал. Это нормально, что он идет на ВЭП. Я думаю, что... То, что он сказал, что мы сделаем... Как он сказал, что... Не подведем. Не подведем. Служил трудовому народу. Я думаю, что не подведет. Тут важный момент, кстати говоря, о том, что Путин сам заявил, о том, что ВЭП надо декапитализировать, потому что ВЭП раздает кредиты тем компаниям, которые находятся под санкциями в том числе. Вот. А в отличие от Роскосмоса, который сам в долгах, как в шелках, с космосом у нас очень серьезные проблемы сейчас. Что тут скрывать? Особенно на фоне 19-го и 20-го года, где у американцев куча всего будет происходить в космическом... Три новых корабля космических запускают, свои носители. Ну, по-серьезному. Как бы к этому не относиться. Нам тяжело, мы уже уступаем и американцам, и Китаю, и даже европейским космическим. Нам тяжело тягаться просто по финансовым причинам. Да, да, и в том числе и... Друзья, Николай Карлович согласился остаться минут на 10 еще в следующем часе, так что мы продолжим сразу после выпуска новостей. Завтрак включен. Еще раз здравствуйте. Завтрак включен Виктор Наботов, Дарья Гордеева, Николай Карлович Саванидзе. Традиционно мы немножко задерживаемся по пятницам. Доброе утро, коллеги. Доброе утро. Доброе утро. Николай Карлович. Значит, мы с вами в четверге. Во вчера. Мы задержались в четверге. Задержались, да. История, которую мы сегодня обсуждали, и крайне болезненная, и, возможно, с очень тяжелыми последствиями дальше для нас. Кстати, какими они могут быть, вы сейчас расскажете. Это доклад Международной Объединенной Следственной группы JIT, которая расследовала причины крушения малазийского Боинг над Донецкой областью. в июле 2014 года. Накануне была большая пресс-конференция, на которой представлены промежуточные результаты своей работы. Согласно выводам, ЗРК Бук, из которого был предположительно сбит самолет, прибыл на Украину из России. ЗРК принадлежал 53-й изденитной ракетной бригаде, базирующей в Курске. Специалисты проследили путь этого Бука из РФ в Донбасс. В частности, в России он был замечен на дорогу Курска, Старого Оскола, Алексеевки, Россоши и Миллерова. Правильность таких выводов. Кто обслуживал этот ЗРК в день катастрофы, эксперты пока сказать не могут. В GIT призвали всех, кто что-либо знает об экипаже, эксплуатировавшем данный бук, поделиться информацией. Также на пресс-конференции был предместлен осколок ракеты, который был сбит самолет. На ракете введен ее номер. Россия, как заявили в нашем Минобороны, передали сотрудникам органов Нидерландов все данные, полученные с радара УТЕС-Т, который в день аварии работал в Ростовской области, прибор по информации Минобороны зафиксировал исчерпывающие доказательства, указывающие на причастность к крушению самолету украинских расчетов ЗРК БУК. Ни один зенитный ракетный комплекс жены сил России российско-украинскую границу никогда не пересекал, заявили в министерстве. Кроме того, в Минобороны обратили внимание на то, что голландское следствие для обоснования своих выводов использовало только изображения социальных сетей и открытых источников, подвергнутые искусственной обработке компьютерными средствами графического редактирования. Я напомню, до этого была еще версия о том, что сбил украинский истребитель. Боинг наши активно педалировали две недели, потом резко с ней закончили. Версии было до черта. Да. Но эти все версии выдвигались там блогерами, там они неформальны и так далее. Сейчас версия, это уже не версия. Это не версия, я напоминаю, это суд, это не просто расследование. Это суд, это следствие. Это уголовное следствие. Это официальная международная расследовательская группа. Вот, это уже очень серьезно. Они говорят, что их доказательства, вот все эти многочисленные фотоснимки, свидетельские показания и так далее, это может быть приравнено просто к отпечатку пальцев. Там очень много. По достоверности. Более того, они заявили, что они не все сейчас готовы предоставить и на суде будут исчерпывающие полностью доказательства. Дабы не помешать дальнейшим следственным мерам, они сейчас все не выкладывают. Они на 100% убеждены в достоверности их сведений. Повторяю еще раз, они говорят, что это как отпечатки пальцев. Значит, два сразу же факта они вывалили в публичное пространство, уже обоснованных, официальных. оба факта очень серьезно бьют по нам. Первый факт, что это наш бук, значит, который прибыл в Донбасс из Курска. Да, вот я только что. Значит, да. Они говорят, что еще не установлено, кто из него стрелял, но они не говорят такие варианты, но как бы не нужно быть мудрецом великим. Вариант в-то два. Либо кто его привез, те и стреляли. То есть, его расчет, наши. Значит, либо это сепаратисты Донбасски. Что маловероятно, потому что у них, скорее всего, нет достаточной квалификации для того, чтобы пользоваться этим буком. Но все равно не украинцы, естественно. Потому что маловероятно, что наши привезли бук, отдали его украинцам, чтобы те стрельнули по самолету. Нет, конечно. Значит, все равно это либо наши непосредственно, наши военные, либо это украинские сепаратисты. Донбасские. Не украинские, донбасские сепаратисты. И то, и другое очень плохо. Донбасские чуть лучше, наши гораздо хуже, скорее всего, наши. Это первый факт, который они предлагают как факт. Второй факт. Они говорят, что этот бук прибыл в Донбасс в составе конвоя из 50 единиц вооруженной техники. Из Курска. Значит, надо полагать, это не единственный конвой за все время. Значит, это еще одно доказательство того, что наши слова о том, что мы не помогаем Донбассу, что в Донбассе там воюют наши там заблудившиеся военные... И отпускники. И отпускники, а техника отбирается у украинцев, это ложь. Значит, это очень серьезный тоже пункт, который в данном случае как бы боковой, он не главный, речь идет именно о сбитом Боинге, но тем не менее, это, конечно, бьет по нашей репутации очень серьезно. Вот все это вместе, возвращаясь к вашему вопросу о том, какие это будут последствия, сразу скажу, конкретных последствий не будет, потому что мы сразу же заняли позицию ожидаемую. Путин сказал, что ребята, пригласите нас, и тогда мы будем думать, соглашаться с вашими версиями или нет, если мы будем участвовать в расследовании. Минобороды, говорит, просто этого не было. И дальше это будет наша позиция. Значит, ребят, приглашайте нас, а пока вы нас не пригласили, вы нас можете поливать разными фекалиями с вами сколько угодно, мы вам не верим. Вы врете, будем говорить мы. Мы говорим правду, вот доказательства будут говорить они. Значит, таким образом появляется это абсолютно на сто процентов. Две позиции. их виновата Москва, наша Москва не виновата, вы врете. На чьей стороне будет мир? Естественно, на их стороне. Подавляющая часть мирового сообщества. Наши вообще об этом не узнают. Наша массовая аудитория вообще об этом не узнает. Она узнает только о реакции Пескова, который будет пересказывать слова Владимира Владимировича Путина. И там реакции Марии Захаровой, которая будет выражать позицию МИДа. Все. И будет в полном убеждении, что нас там в очередной раз чем-то плевают. Но мир будет в убеждении, что в очередной раз русские убили 300 человек, там 298 человек погибло в Боинге. Русские убили и не признаются. И таким образом все, что будет происходить в мире, отравление скрипалей, фигалей, кого угодно, все, что будет, везде будут им видеться наши уши. И, к сожалению, не безосновательно. Потому что мы приобретаем репутацию, вот в том числе вследствие вот этой ситуации с Боингом, главного мирового хулигана. Но нашей аудитории, которая действительно об этом не знает, ей в принципе абсолютно наплевать, более того, многим это и нравится. Вот смотри, по поводу реакции аудитории, во-первых, Дмитрий нам пишет на осколке ракеты нашли, и Дмитрий Гневный пишет, отпечатки российских военных. Тут хочется сказать Дмитрию, что почитайте другие источники, а не то, как это перевели, например, там РИА Новости. Не те отпечатки имеются в виду. И вот такой комментарий, это, видимо, слушатель пропустил наш с тобой первые полчаса сегодняшнего, что экспертиза проводится совместно и не надо чушь говорить. Друзья, первая часть была проведена совместно России. Сейчас это криминальное расследование, объект обвинения не может принимать участие в расследовании. Даже делать не только в этом. Я можно поясню, и Вадим Лукашевич, наш эксперт, который сегодня очень четко эту ситуацию разложил, он сказал, в общем, абсолютно верную вещь. Россия не имеет, кроме того, что она обвиняемая, но самолет был нероссийский, самолет был малазийский. И территория нероссийская. И на нем летели голландцы и малайцы. Упал он. Не на территории России. И там не было россиян. И там не было россиян. Разумеется. Все, извините. Поэтому Россия не имеет юридического права претендовать на участие в расследовании. Абсолютно. Техническую часть расследования проводили вместе с нами. И самолет нероссийский. Тут ничего не претенешь. Тут ничего никак не найдешь. Я повторяю, последствия будут именно такие. Последствия будут моральные, но не нужно недооценивать моральные последствия, дорогие друзья. Моральные последствия выливаются в последствия экономические. Они выливаются в санкции. Они выливаются в то, что нас не пускают никуда, нас не сажают с собой за один стол, нас ограничивают во всех наших торговых и экономических возможностях. Вот что такое моральные последствия. Репутационные последствия Это очень важно сегодня для мира Да, то есть если со Скрипалями Дело мутное И более того, это касающиеся фактически российских Но я вам скажу, что Если бы не было Боинга Если бы не было нашего отрицалого По участию в Донбассе Если бы не было Крыма Если бы не было всего этого То и со Скрипалями было бы легче Нам было бы легче отбиваться и со Скрипалями Чем больше накапливается таких ситуаций Тем больше всегда в таких сомнительных случаях Думать будут, показывать на нас Вот по хитрой рыжей морде Согласно тому старому доброму анекдоту Вот всегда хитрая рыжая морда Будет иметься ввиду наше лицо Уважаемое Да, но То, что теперь, конечно Весь мир будет полностью поддерживать Любые самые жесткие санкции В отношении нашей страны, потому что это массовое убийство Конечно Сегодня же еще один доклад Сегодня Биллингэт Это независимая группа, которая собирает Всю фактуру Потом и это следствие Говорит о том, что у нас есть еще ряд Абсолютно неопровержимых доказательств Которые мы предоставим прямо в течение судебного заседания То есть, дорогие друзья, ситуация На самом деле, я повторяю, она не будет иметь для нас Каких-то конкретных сиюминутных последствий Но стратегические последствия будут очень тяжелыми Это имеет все накопительную Накопительный характер Ну и последнее Можно еще, да? Или нет? Николай Николаевич, мы вас уже отпускаем Вам надо ехать У нас свежие новости Из Петербургского экономического форума Очень понравилось Заявление Алексея Кудрина Которого мы сегодня уже вспоминали Он сказал следующее Майские указы президента Поставили перед правительством амбициозные задачи С решением которых оно не торопится Заявил глава счетной палаты По его слабам Кабмин Это он как бы претензию, да? Это сложно сказать По его слабам Кабмин Это такой тигр, который готовится к прыжку То есть, типа, долго готовится Имеется в виду Алексея Но Алексей Леонидович выступает в том случае Как кнут президента, да? Вот президент Президент вам, сукины дети, поставил задачу Я прошу прощения А вы не готовитесь А вот, кстати, Кудрин любопытный Часть его заявления Он отметил, что если в 2000-х Амбициозные инициативы чаще выдвигало правительство А президент просил не торопиться И подождать с принятием решения То сейчас ситуация ровно поменялась наоборот Президент задает такую планку А правительство размышляет Но здесь я хочу еще раз напомнить Мы об этом уже говорили С одной стороны Сложные отношения лично с премьером-министром и Кудрином С другой стороны Очень хорошие отношения с первым вице-премьером Силуановым Который отвечает сейчас в правительстве за финансы и экономику Поэтому здесь я думаю, что Счетная палата будет не только в контрах с правительством Сотрудничестве За всем прощаюсь До свидания, Николай Спасибо, Николай Карлович Ждем вас в следующую пятницу